Манит-Бюре представляет Сегодня я хочу попробовать сделать очень интересное и необычное оформление для праздников А именно вот такие помпоны из бумаги Для этого мне понадобится бумага-тишью, проволока, плоскогубцы и ножницы Что такое бумага-тишью? Это по сути папиросная бумага Ее называют тишью просто как калькус английского, тишью пейпа Самая обычная тонкая проволока Плоскогубцы самые обычные, просто у меня они складные Ножницы желательно мощные и острые Потому что мы с тобой будем резать очень толстые слои бумаги Как видишь, я уже попробовала сделать несколько разного размера Первым был этот самый маленький Видишь, у него треугольные кончики Тут все зависит от того, как ты сделаешь срез у сложного помпона Я об этом подробно расскажу И три почти одинаковых, только разного размера И из разного цвета бумаги Для наглядности я беру самую яркую, тишью бумагу Какую нашла Такого насыщенно-кораллового оттенка Раскладываю ее на столе Как видишь, здесь уже 10 листочков сложены в одну пачку Моя задача ее разгладить так, чтобы она легла относительно ровно При работе с такой бумагой руки должны быть сухими и чистыми Ни в коем случае не намазанными кремом И уж тем более не после пирожков Как видишь, я сделала первый загиб Здесь нужно делать очень аккуратно это все, потому что бумага очень легко рвется Теперь, чтобы сделать второй загиб Я переворачиваю все эти лисы И делаю загиб на себя Здесь важно следить Чтобы загибы у нас получались Хотя бы относительно одинаковыми То есть, конечно, здесь, может быть, и не стоит стремиться К совершенно идеальному совпадению складочек Но и так, чтобы они у нас не слишком сильно расходились Опять же, аккуратно провожу И повторяю эту процедуру до конца всего листа Ну вот, видишь, получилось прям гармонь-гармонь Теперь мне нужно эту штуку скрепить ровно посередине Сделаю я это с помощью проволоки Определяю середину В принципе, это можно сделать на глаз Если на глаз сложно То просто складываем аккуратно эту штуку пополам Значит, вот она середина Просовываешь чуть дальше И загибаешь на себя эту проволоку Таким образом Теперь нужно скрепить все эти листы и бумаги Вместе с этой самой проволокой Для чего я просто скручиваю эти два хвостика Здесь нам на помощь как раз-таки приходят плоскогубцы Важный момент Ни в коем случае нельзя перетянуть Потому что иначе ты порвешь Все эти листы тончайшей бумаги После нескольких проб я поняла, что такой вариант крепления Он самый удобный То есть ты скрепляешь проволокой И оставляешь этот хвостик Именно за этот хвостик ты потом будешь подвешивать помпон Плюс проволоки, что ты можешь согнуть ее в любом месте Соответственно, подвесить на любую высоту Другой вариант крепления этого помпона Ты сразу откусываешь вот здесь концы проволоки Затем берешь клеевой пистолет, если он у тебя есть Капаешь одну каплю клея на ту часть, которая у нас не перекручена в проволоке Берешь ленту и приклеиваешь ее на эту каплю клея Далее, не завязывая ее вот здесь Оставляешь эти хвостики, можешь связать их вот здесь у основания То есть потом у тебя получится петля И помпон можно будет переносить в руке удобно Либо подвесить его на какой-то крючок или на другую ленту Размер помпона мы задаем с тобой сейчас Можно оставить максимально большим, срезав только самый краешек Ты можешь срезать его по кругу и, соответственно, получить помпон в виде такого цветка хризантема, как ты видишь сверху Вот эти большие помпоны, вот такой Либо ты можешь отрезать по косой и получить пушистый помпон с остренькими краешками Отрезать по косой, конечно, гораздо проще То есть ты просто делаешь два надреза косых От сих до сих, например Тот помпон, который ты видишь, висит Я вообще делала из половины вот такого куска То есть у меня проволока была здесь Поэтому помпон получился маленький Я сейчас буду отрезать полукругом Это сложнее Для этого нужны крепкие, хорошие ножницы И очень важно, чтобы они были острыми Очень важно здесь постараться максимально срезать вот эти места загибов Чтобы помпон получился ажурный и пушистый Отправляются не так просто, как хотелось бы Если получилось не совсем ровно, не переживает и не страшно Этого все равно видно на распушенном помпоне не будет Но стремиться надо всегда к совершенству Делаю абсолютно все то же самое с другой стороны Единственное, заранее приложу один хвостик к другому Чтобы примерно понять, насколько мне это нужно отрезать И делаю все то же самое с другой стороны Как видишь, получились примерно одинаковые Расхождение в 1-1,5 мм совершенно не страшно Убираем в сторону Все, никакие инструменты, кроме собственных рук, больше не понадобятся Распушаем оба хвостика нашего помпона Смотрим В некоторых местах, видишь, у меня не получилось прорезать глубоко Поэтому я делаю это сейчас Если этого не сделать, получится не очень красиво Предлагаю начать распушать его с той стороны, которая будет висеть головой вниз То есть с этой стороны Она должна быть максимально эстетична, потому что чаще всего помпоны вешают над головой Поэтому нужно обязательно прикрыть вот это место проволоки, чтобы создавалось ощущение действительно шара Очень аккуратно начинаем поднимать листы этой бумаги Бумага очень тонкая И она очень легко рвется Поэтому делаем это максимально нежно и деликатно Твоя задача поднять вот эти первые листья максимально близко к центру Чтобы, во-первых, закрыть всю нашу подноготную Я, в принципе, люблю, чтобы это все было максимально прикрыто А во-вторых, чем ближе ты поднимешь эти первые листы Тем легче тебе будет поднимать последующие Если где-то какой-то листочек надрывается или отрывается лепесток Ничего страшного, этого, скорее всего, не будет совершенно заметно уже на готовом изделии Я примерно дошла до середины Сейчас я переворачиваю на изнаночную сторону, как бы на верхнюю И делаю все то же самое с этой стороны, чтобы поднять Смотри, какой огромный, пушистый получился помпон или цветок Очень похоже на пион или хризантему Уточню, что эта бумага, она очень тонкая и легко рвущаяся И помимо всего прочего, если она сильно намокнет, то помпон превратится в ничто В прошлом выпуске мы с помощью такой же бумаги красили пасхальное яйцо Смотри, на мой взгляд, получилось очень яркое, выразительное оформление А такой вид подходит и для летней вечеринки, и для свадьбы Ну, в общем, абсолютно для любого праздника И, в принципе, это для многих может оказаться бюджетной И при этом интересной заменой флористическому оформлению Пробуй, подписывайся на наш канал Увидимся через неделю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok